Субтитры создавал DimaTorzok Союза писателей, Союза правообладателей и авторского общества, Ялтинского цивилизационного клуба, отделение исследования циклов и прогнозирования при Российской академии естественных наук, Международной ассоциации экспертов, авторы многочисленных методик и книг в нумерологии, в своих прогнозах на 2022 год предсказали глобальный политический кризис в мире, создание новых альянсов против России, угрозы нашей стране в военно-политическом формате, враждебную и агрессивную позицию прибалтийских государств по отношению к России. Новостные ленты сегодня подтверждают точность прогнозов Айронпо и Джулипо. Прогноз Джулипо от 8 июня 2022 года Ранее я действительно очень вкратце говорила о Прибалтике, разве что уточняла, что страны Финляндии и Эстонии маловероятно будут идти движения какого-то военного характера, в отличие от Латвии. Поэтому сегодня как раз это и затронем, где на каких участках Европы могут проходить военные действия и что будет как неизбежная прогностика, в том числе как вариант рассмотрения перехода Европы в какие-то другие альянсы и союзы. Если сейчас союз Евросоюз это экономический торговый союз, то в будущем этот союз все-таки будет иметь такой больше военный характер. Меня больше всего беспокоит Латвия, потому что у этой страны, знаете как в фильме «Кавказская пленница» Витсен, который стоит между двух огней, и они вроде как и не с ними, но с другой стороны территориально с ними. По прогностике скажу откровенно, что ни Литва, ни Польша, ни Эстония, ну в большей степени конечно Эстония, не предоставят свою территорию для близклирка, ну короче для нападения, да, но на территорию России. А вот Латвию к этому будут склонять, причем ее же друзья Прибалты. Поэтому очень высока вероятность, что вот уже в ближайшее время, видимо здесь четверку мечей, помните, да, это очень неблагоприятный знак, мы видим о том, что здесь и король чаши, и четверка чаши, да, но четверка чаши отрицательна. То есть Латвию отрежут от всех благ и ее начнут выдавливать, то есть фактически заставлять, предоставить свои территории для размещения какого-то оружия или для переброски войск, или для входа будущего на территории России. Поэтому я и говорила, что у Эстонии, у нее не будет определенных вот таких вот военных действий на своей территории. У Литвы в принципе это невозможно, да, а вот у Латвии плацдарм для нападения на Россию. Информация взята из открытых источников. 10 августа 2022 года. Информационное агентство «Красная весна». Власти Латвии обсудили с главой Пентагона расширение НАТО на восток. Перспективы развития военного сотрудничества между Вашингтоном и Ригой обсудил министр обороны США Ллойд Остин с президентом Латвии Эгилсом Левицем, премьер-министром Кришьянисом Кариншем и главой Минобороны Артисом Пабриксом. Остин в том числе поблагодарил власти Латвии за поддержку Украины в рамках действий против России, а также за размещение Латвии ротационного военного контингента США, добавили в Министерстве обороны. Глава Минобороны США также заявлял ранее, что НАТО не пытается войти в конфронтацию с Россией, но тем не менее будет продолжать усиливать военное присутствие в Прибалтике. Информация взята из открытых источников. 26 сентября 2022 года. Известие. США в рамках учений разместят в Латвии две реактивные системы «Хаймарс». США разместят в Латвии две реактивные системы залпового огня «Хаймарс» в рамках учений «Нейм-Джиэс», чтобы продемонстрировать быстрое развертывание на восточном фланге НАТО. Командование армии США в Европе и Африке направляет в Латвию две РСЗО М142 «Хаймарс» и около десяти военнослужащих в поддержку национальных учений по проверке боевой готовности на МГС 26 сентября, чтобы продемонстрировать быстрое развертывание высокоточного оружия дальнего действия на восточном фланге НАТО. Говорится в пресс-релизе. Отмечается, что «Хаймарс» и персонал будут развернуты одновременно в двух местах на территории Латвии. Для этого будут задействованы два самолета С-130. Ранее, 27 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Альянс» намерен увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге. По его словам, планируется трансформировать силы быстрого реагирования НАТО и увеличить их численность до более чем 100 тысяч человек. Также он рассказал, что на восточном фланге «Альянс» планирует создать склады вооружений. В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что НАТО – достаточно агрессивный блок, поэтому Минобороны РФ разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию «Альянса», которая предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования. Информация взята из открытых источников. 7 октября 2022 года. Делфи. США предоставят Латвии около 200 миллионов долларов военной помощи. Американское правительство предоставит Латвии около 200 миллионов долларов для финансирования помощи и сотрудничества в области безопасности. Как сообщает Делфи в пресс-релизе посольства США, эти средства помогут Латвии укрепить собственную обороноспособность для усиления безопасности на своей территории и на восточном фланге НАТО. «Во время моего визита в Латвию в этом году я убедилась в сильном и прочном американо-латвийском партнерстве в сфере безопасности». Новейший пакет военной помощи иностранным государствам от США укрепит не только безопасность Латвии, но также сдерживание и оборону всего Североатлантического альянса. «Эта помощь демонстрирует непоколебимую приверженность США нашим союзникам по НАТО», заявила помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис. Прогноз «Джулипо» от 15 июня 2022 года. «Запад говорит Европе о необходимости, фактически подталкивает Европу к войне с Россией. Но это бой с тенью, это невозможно будет победить». Информация взята из открытых источников. 19 сентября 2022 года. Российская газета. На территории Латвии начались военные учения. Очередные военные учения вооруженных сил Латвии совместно с НАТО «Серебряная стрела-2022» стартовали в этой прибалтийской республике, информирует местный портал «Грани». В маневрах, которые рассчитаны на 11 дней, также примут участие свыше 4000 военнослужащих из США, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Польши, Франции и боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии. В воздушном пространстве балтийской страны, уточняет новостной портал, в ходе учений будут осуществляться полеты авиации стран Альянса, а также запланировано продвижение военной техники по дорогам страны. Основной целью учения «Серебряная стрела-2022» декларируется повышение взаимодействия между вооруженными силами стран НАТО при совместных операциях, а также планирование и проведение наступательных и оборонительных операций. Прогнозирование на любое событие или любой период. Ведущие российские футурологи Айронпо и Джулипо, составляющие климатические и политико-географические прогнозы, авторы многочисленных книг и методик, открыли двери своей академии для всех желающих. Оставайтесь на нашем канале, чтобы быть в курсе самых последних новостей. А мы будем продолжать делиться с вами информацией по сбывшимся предсказаниям. Точность расчетов Айронпо и Джулипо доказана временем. Редактор субтитров А.Семкин